Среди впечатляющего разнообразия десертов и выпечки есть пирог, обладающий особым настроением. Это настроение уютного теплого дома. Меню ресторанов и пекарен заполнены соблазнительными чизкейками, мафинами, тирамису и брауни, но вряд ли вы встретите там настоящий манный пирог. Только бабушка и мама знают, как испечь манник на кефире, и одно из условий – собственная кухня, домашние условия приготовления и чаепития за кухонным столом. Впрочем, времена меняются, и молодые хозяйки имеют полное право испечь манник на кефире без муки, в мультиварке или другим удобным способом, вкусно и быстро. Энтон-пепеп? Просто испечь манник на кефире – это самое начало, основа домашней выпечки. После него вам наверняка захочется разнообразить методику начинками, сиропами, приготовить манник для ребенка или манник без яиц. Все рецепты маника заслуживают пробы, и среди них наверняка найдется тот лучший рецепт, который придется по вкусу вам и вашим домочадцам. Классический манник на кефире без муки. Простой рецепт и советы традиционный манный пирог готовят так давно, что в каждом доме хранятся как минимум несколько рецептов в бабушкином домоводстве, маминой записной книжке и современном сборнике рецептов. Современные кулинарные журналы почти в каждом номере публикуют улучшенные и по-разному адаптированные рецепты маника. Но тот самый пирог был и остается самым вкусным. Классический рецепт предполагает минимум недорогих ингредиентов, а выпекание занимает меньше часа, на один стакан манной крупы, энт решетка 8776. 200 граммов, нужно пол-литра кефира, три яйца, полстакана сахара, пакетик разрыхлителя теста, 10 граммов, соль на кончике ложки, масло для смазывания формы, сливочное или растительное. Жирность кефира не имеет значения, яйца могут быть некрупными, а разрыхлитель при необходимости заменяется содой, как видите, крайне экономный рецепт. Что касается манки, то можно смешать ее с мукой в любой пропорции, но для полноты вкуса лучше использовать только крупу. Чистую манную крупу насыпьте в глубокую миску вместе с сахаром. Залейте кефиром комнатной температуры, перемешайте и оставьте в тепле на 30-60 минут, в течение которых крупа разбухнет, а сахар растворится. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Яйца взбейте с солью и добавьте в тесто. Положите разрыхлитель и замесите однородную массу, сравнимую по консистенции с тестом для оладий. Форму для выпечки смажьте маслом и или застелите пекарской бумагой. Для маника обычно берут разъемную форму, но можно взять силиконовую или обойтись жаропрочной посудой, оставив свободные концы пергамента, чтобы вынуть готовый пирог целиком. Вылейте тесто и сразу поставьте в духовку, предварительно нагретую до 180 градусов. Установите форму на средней решетке без конвекции. Выпекайте маник в течение 35-40 минут, зависит от духовки и вашего желания получить более или менее румяную корочку, и дайте ему остыть в печи с открытой дверцей. Затем переложите его из формы на блюдо и украстье на свое усмотрение. Поверхность маника смазывают сверху сливочным маслом или посыпают сахарной пудрой, когда-то это было единственное доступное украшение, которое теперь расценивается как классика рецепта. Вы можете придерживаться этой традиции или дополнить ее любым топпингом, декоративной присыпкой и даже глазурью. Когда пирог остынет, появится выбор варианта подачи. Классический маник-маник нарезают секторами и едят, как кекс или запеканку. Пирог пропитывают сиропом от варенья или компотом и оставляют для впитывания жидкости на пару часов. Делать это желательно до посыпки сахарной пудрой или вообще обойтись без лишней сладости. Наконец, можно разделить общий корж на два или три, зависит от диаметра формы и, соответственно, высоты пирога, более тонких коржа, перемазать кремом и сформировать многослойный торт. Ориентируйтесь на то, что в круглой форме диаметром 25-26 сантиметров маник поднимается примерно до трех сантиметров. Чтобы получить пирог повыше, возьмите форму меньшего диаметра и наоборот. Никто не ограничивает вашу фантазию в наполнителях манного теста. Попробуйте заменить белый сахар коричневым или ванильным сахаром, или просто добавить в него экстракт ванили, примешайте корицу, молотую цедру и другие ароматные пряности. Только это будет уже новый, ваш авторский рецепт маника на кефире. Как испечь маник на кефире без яиц? Несмотря на простоту рецепта, многих смущают яйца в его составе. Если опасаетесь аллергии, замените куриные яйца адекватным по весу количеством перепелиных. Но по большому счету можно обойтись и без этого риска. Ведь есть проверенный рецепт маника без яиц. Маник на кефире без яиц, возьмите поровну кефира и манной крупы, примерно по 1,5 стакана, 1 стакан муки, 1 стакан или меньше сахара, 50 грамм сливочного. Масло, 10 грамм пекарского порошка, треть чайной ложки соли и ароматизаторы по вкусу, ваниль, корица, мускатный орех и тому подобное. Масло растопите на водяной бане или в микроволновке. Залейте им манку в глубокой миске для теста, добавьте сахар и кефир. Смешайте и оставьте в тепле минут на 40. Когда манка разбухнет и растворится сахар, добавьте в тесто соль и ароматизатор. Небольшими порциями досыпайте муку и каждый раз размешивайте комочки. С последней частью муки положите разрыхлитель. Используйте силиконовую или покрытую тефлоном антипригарную форму. Обычную форму обязательно застелите пергаментом и смажьте маслом. Нагрейте духовку до 180 градусов и установите форму с тестом на среднюю решетку. Выпекайте примерно 40 минут или до образования румяной корочки. Манник без яиц получается нежным и хрупким, как бисквит. Поэтому не вынимайте его сразу, остудите в форме и лишь затем перекладывайте на блюдо и украшайте. Допускается печь манник на кефире без яиц и муки, но он получится еще более рассыпчатым. Зато в отсутствие муки можно обойтись без разрыхлителя, чтобы тесто стало плотнее. Вкусный манник на кефире. Рецепты и новые идеи манник на кефире – один из тех рецептов, что легко подаются экспериментом. И, как правило, оправдывают ожидания. Начнем с того, что разрыхлитель, нужный согласно классической методике, можно не использовать, если хотите испечь манник более плотной консистенции. Пекарский порошок делает пирог выше и легче, что удобно для деления на коржи, но совсем не обязательно для цельного кекса. А дальше открывается поле для кулинарного творчества на основе проверенных рецептов. Шоколадный манник, шоколадный манник на кефире. Озвучено Яндекс Спичкит. Стандартный объем теста с одного стакана манной крупы – 200 граммов и один стаканом кефира, 3 яйцами, 0,5 стакана сахара, 10 граммов разрыхлителя, ванильным экстрактом, солью на кончике ложки и маслом для смазывания. Формы дополните N-решетка 8776. 30 граммов какао-порошка, 3 полные столовые ложки. Манку с сахаром залейте кефиром на полчаса-час. Яйца взбейте с солью и добавьте в тесто вместе с порошком какао. На этом же этапе добавьте ванилин и разрыхлитель. Выпекайте в смазанной маслом или силиконовой форме в течение 35-40 минут при 180 градусах. Остудите в форме, а затем извлеките, украсьте сахарной пудрой, которая эффектно выглядит на темной поверхности шоколадного пирога. Цитрусово-маковый манник. На один стакан манной крупы возьмите полстакана кефира и полстакана апельсинового сока, свежевыжатого или из коробки. Если сок не сладкий, понадобится один стакан сахара, если подслащенный, сахара поменьше. Озвучено Яндекс Спичкит. Возьмите также 3 столовые ложки муки, 3 столовые ложки мака, 2 столовые ложки апельсиновой цедры, мелкомолотой, 10 мл растительного масла без запаха и пакетик разрыхлителя. Объедините манку с маком и сахаром, добавьте цедру и залейте кефиром и соком. Перемешайте и оставьте минут на 30-60. Затем добавляйте муку до тех пор, пока тесто не приобретет консистенцию сметаны. Вмешайте разрыхлитель и сразу выливайте тесто в форму, смазанную маслом. Озвучено Яндекс Спичкит. Выпекайте в предварительно разогретой духовке при 160-180С около 40 минут. Остудите в форме и украсьте дольками апельсина или шоколадной стружкой. Банановый маник с ягодами. На 1 стакан манки возьмите пол-литра кефира, по полстакана муки и сахара, 2 яйца и 2 очень спелых банана, пакетик пекарского порошка, пол щепотки соли и немного ванильной эссенции. Залейте манку и сахар в миске теплым кефиром. Через 30-60 минут добавьте муку, взбитые с солью яйца и пюре из перетертых бананов. Перемешайте с ванилью и разрыхлителем и 40 минут выпекайте в силиконовой или тефлоновой форме в духовке, заранее прогретой до 180 градусов. Банановое пюре можно заменить кашицей из запеченной тыквы. Каждый из этих рецептов можно переиначить на свой вкус. Без яиц получается вегетарианский или веганский маник. Манный пирог с фруктовым пюре подходит для детского рациона, а с ароматизаторами. И добавками становится ароматным и праздничным. Как испечь маник на кефире в мультиварке. Мультиварка идеально подходит для выпечки маника на кефире. С этим прибором вы можете позволить себе добавить в тесто утяжеляющие наполнители, и пирог все равно хорошо поднимется и равномерно пропечется. Подготовьте по одному стакану манки, муки, кефира и молока полстакана сахара. 3 столовые ложки жидкого меда, щепотку изюма, горсть ядер грецкого ореха, по одному чайной ложке ванильного сахара, разрыхлителя и сливочного масла. Озвучено Яндекс Спичкит. Залейте манку и сахар в миске кефиром, оставьте на 30-40 минут. Изюм запарьте кипятком. Тем временем взбейте яйца с солью, а затем добавьте их в тесто вместе с отжатым изюмом, измельченным орехами, ванилью и разрыхлителем. Муку добавляйте постепенно, пока тесто не приобретет консистенцию сметаны. Смажьте маслом чашу мультиварки дной стенки, влейте в нее тесто и готовьте в режиме выпечка в течение одного часа. Молоко смешайте с медом до полного растворения. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкит. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. Как только выпечка пирога завершится, поднимите крышку и залейте пирог в чашу молоком. Снова закройте и включите мультиварку на 10 минут в режиме подогрев. Влажный манник получается особенно ароматным и нежным. Он может занять достойное место не только на обеденном, но и на праздничном столе. В этом и заключается прелесть манного пирога. При своей простоте он легко преображается и нравится буквально всем, от мала до велика. Не отказывайте себе и близким в удовольствии спечь манник на кефире. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкит. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok